Тем временем Европейский Союз поставил Турцию перед выбором отказаться от введения смертной казни или от плана вступления в ЕС. Ультиматум прозвучал на встрече министров иностранных дел государств участников Союза. Поводом стали массовые аресты, чистки на всех уровнях власти, а также угрозы вернуть высшую меру наказания. На совместной пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь США Джон Керри и глава европейской дипломатии Федерико Магирини призвали турецкое правительство придерживаться демократических принципов правосудия. События в Турции, а именно на авиабазе Инджерли, где были обыски, откуда западная коалиция на сутки прекращала вылеты в Сирию, не повлияют на действия наших воздушно-космических сил. Об этом сегодня в Москве заявил Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Португалии. Затронул он и то, о чем накануне говорили по телефону Владимир Путин и Реджи Прадаган. Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов, будь то в Турции, на Украине, в Йемене или где бы то ни было еще. Ну и для нас также важно, что в вчерашнем разговоре президент Турции подтвердил, что будет сделано все для обеспечения безопасности российских граждан. И вот сейчас, когда возвращаем наших туристов на родину, мы ощущаем полное сотрудничество со стороны турецких властей.